Насекомые-вредители, пальмовый мотылёк и пальмовый долгоносик по-прежнему представляют большую опасность для зелёных насаждений курорта. Спасти растения поможет своевременная обработка, проводить которую необходимо буквально в каждом дворе. Администрация проводит обработки скверов, парков, территорий вдоль дорог, всех свободных муниципальных неразграниченных территорий. Также ведется работа с управляющими компаниями, с отраслевыми предприятиями, с санаториями, крупными предприятиями, на которых есть зелёные насаждения, с тем, чтобы они также обрабатывали зелёные насаждения от вредителей на своих территориях. Особенное внимание необходимо уделить частным территориям. Халатное отношение собственников к зелёным насаждениям на своих участках может привести к необратимым последствиям. Пальмовый мотылёк у нас занял практически территорию Адлерского и Хостинского района. Отдельными очагами встречается в Центральном и Лазаревском районе. И, безусловно, на сегодняшний момент состояние насаждений таково, что принятие мер, оно просто крайне важно и требует незамедлительного решения. Во избежание радикальных мер борьбы с насекомыми, то есть вырубки растения, необходимо проводить тщательную и своевременную обработку пальм. Специалисты просят сочинцев проявить инициативу. При обнаружении паутины, объеденных пальмы и других признаков заселенного насекомыми растения, нужно обращаться в управляющие компании, Департамент по охране окружающей среды или же напрямую в Россельхознадзор. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова